И так в эфире новости сейчас в студии Наталья Ветрова. Здравствуйте! И коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгению Гришину посвящается. В Черемхово сегодня стартовал кубок по хоккею с мячом. Дети со всей области приехали бороться за победу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пил или не пил? Вот в чем вопрос. Сразу 23 жителя при Ангаре пытаются оспорить результаты экспертизы на наличие алкоголя в крови. Люди дошли до суда. Но решения пока нет. Автолюбители вынуждены ходить пешком и доказывать. Они сели за руль абсолютно трезвыми. В ситуации разбирался Николай Текалов. Сейчас Иван ходит пешком, а мог бы передвигаться на авто. Проблемы с законом у него возникли еще в мае прошлого года. Тогда эксперты Иркутского областного наркологического диспансера нашли в его крови запрещенные вещества. Как следствие, лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Вот такой документ получил не только Иван, но еще 23 жителя Иркутской области. При химико-токсикологических исследованиях обнаружены вещества альфа-метилтрептамин. Узнал Иван, что в его организме находилось запрещенное вещество спустя 10 дней после экспертизы, когда пришла повестка в суд. Молодой человек тут же начал писать иски и добиваться повторного исследования в диспансере, но не смог добиться. Поэтому прошел независимую экспертизу. Оказалось, что это единственный вариант доказать невиновность, и результат для него не был неожиданным. Запрещенных веществ не обнаружено. Еще герой говорит, что сотрудники ДПС изначально вели себя довольно агрессивно. Они начали настаивать после этого на том, чтобы я прошел в патрульный автомобиль. Я отказался. Они начали говорить о том, что у меня, оказывается, выявились признаки опьянения. После чего я им начал говорить, составляйте протокол остранения, без проблем поедем. Они решили этого не делать. Просто меня из машины вытащили, мордой в асфальт обыскали. Без протокола, без понятых. Иван подал в суд и по этому факту. Сейчас молодой человек обратился за помощью к юристу. Они вновь настаивают на перепроверке результатов. Но почти всем, кто оказался в такой же ситуации, отказано. Так как вскрытие контрольного образца не допускается. Ну да, действительно, у нас произвольно вскрытие контрольного образца не допускается. А допускается только тогда, когда для этого есть основания. Вот как раз в этом случае имели все основания для вскрытия контрольного образца биологического объекта. Тем временем сотрудники областного наркологического диспансера поясняют, все сделано согласно инструкции. Это многоэтапная процедура. И эта процедура позволяет нам выявить концентрацию того или иного вещества, которое есть и определено в библиотеках. И также в списках, в перечне наркотических веществ. Необходимо понимать, что вещество, которое приводит к состоянию опьянения, вот в данном случае, озвученном в средствах массоинформации, гражданин сдавал через продолжительное время. И тот метод, который был использован по интерпретации через волосы, анализы волос, он не имеет места быть. В результатах всех экспертиз теперь будет разбираться суд. И когда наш герой, как и еще более 20 человек, оказавшиеся в аналогичной ситуации, сядут за руль, вопрос открытый. Галина Соболева, Николай Текалов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Несколько инвестпроектов представила Иркутская область на форуме в Сочи. Это создание газохимического комплекса в Усть-Кутском районе, производство тест-полосок и промышленная сборка глюкометров, сборка МС-21 и создание особой экономической зоны туристко-рекреационного типа Ворота Байкала. А также строительство детского лагеря отдыха Лукоморья на Байкале. Главная тема сочинского форума сегодня – национальные проекты от стратегии к действию. Говорили прежде всего о финансовом состоянии регионов и их способности реализовать нацпроекты по индивидуальному графику и за счет собственных доходов. Есть договоренности о ближайших встречах для проработки наших крупных инвестиционных проектов. Все-таки форум инвестиционный, и мы сосредоточили внимание на этой части нашей работы. Подписано несколько документов соглашений. Соглашение с республикой Саха-Якутия, протокол намерений с Хакадской республикой. Мы договорились о более плотном взаимодействии с регионами, которые занимаются выпуском авиационной продукции. Это Нижегородская область, Ульяновская область. Мы подписали документ о создании совместного межрегионального авиационного кластера. Губернатору Сергею Левченко также на форуме вручили национальную премию в сфере государственно-частного партнерства «Росинфром» за создание радиологического комплекса в Иркутске. Лауреатов определили в 11 номинациях. Более 100 заявок было подано из 36 субъектов Российской Федерации. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня в Иркутске, как и по всей стране, прошли торжественные митинги, посвященные воинам-афганцам. В адрес ветеранов боевых действий звучат слова благодарности. Ровно 30 лет назад последние солдаты перешли границу с Афганистаном и вернулись на родину, которая на тот момент почему-то не была им рада. О войне и памяти. Сюжет Алексея Киллевра. Сейчас воспоминания о войне, которой не было. Но факт и упрямая вещь. 12 декабря 1979 года правительство страны принимает решение о переходе государственной границы. Через две недели советские солдаты были уже в Афганистане. В этом вооруженном конфликте миссия наших солдат звучала так. Оказание интернациональной помощи братскому народу в сопротивлении против террористической агрессии. 10 лет практически во всех провинциях Афгана шли ожесточенные бои с маджахедами. Западные страны поставляли оружие партизанам, а позже в Европе начинают задавать вопросы. Для чего нога советского спецназовца шагнула на мирную, в кавычках, землю? В Кремле на тот момент было сильное напряжение. После длительных переговоров с Женевой центральный аппарат страны принимает решение выводить войска ограниченного контингента из Афганистана. Командармом на тот момент был генерал Громов. Он принимает сообщения и выводит бойцов из Афганистана. Это не отступление, повторял генерал. И каждому воину нужно ставить памятник. Но Михаил Горбачев на тот момент почему-то и слышать не захотел. Ни о солдатах, ни о их подвиге. В феврале 89-го Виктор Центрального канала транслировал совершенно иные слова для тех, кто в последний раз проезжал по длинному пограничному мосту. Солдаты покидали Афганистан. Склоняет голову перед памятью павших, скорбит вместе с их близкими и родными друзьями. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. За мной ни одного советского солдата, офицера-прапорщика нет. На торжественную встречу глава государства не пришел. И вообще впоследствии старался обходить афганскую тему стороной. Как будто ее и вовсе не было. Сейчас ни для кого не секрет, что военный переворот на местном уровне готовили отечественные спецслужбы, агенты КГБ. Одним из таких консультантов был Валерий Петров. Он свободно владел языком и выполнял особо секретные поручения высшего руководства госбезопасности и генштаба. Они первыми были отправлены в Афган задолго до масштабного ввода советских войск подготовить воинский состав среди местных для специальных разведывательных операций и боевых действий. Готовили по существу переворот, устранение амина от власти. И подготовили приход к власти нашего брака Кармаля. Ну как нашего, потому что он был подготовлен Советским Союзом для того, чтобы в Афганистане установить такой режим, ну как сказать, переворот. Ну не только переворот, чтобы они были лояльны к Советскому Союзу. Хотя они и раньше были лояльны. У нас очень хорошее отношение с Афганистаном где-то с 1918 года. Спустя три десятилетия боевой опыт и уже открытый, не засекреченный. Рассказ о афганских событиях ветеранов внимательно слушает молодежь. Разглядывают фотографии земляков, погибших в сражениях, и личные вещи, ставшие уже экспонатами музейных полок боевой славы. Студенты института МВД, курсанты кадетского корпуса, будущие историки узнают лично. От воинов-интернационалистов. Где-то суровые, а где-то и шокирующие истины. О том, что не бывает красивых подвигов в кровавых боях. И мире, который порой приходится строить в войнах. И о том, что справедливость, понятие, весьма относительное. Праздник переименован. Никто не захотел отвечать за принятое тогда Кремлем решение. И сейчас понятие, вывод войск из Афганистана тактично называют «день памяти россиян, исполнявших долг за пределами государства». Все так же проводят памятные митинги, поздравляют ветеранов, в том числе сибиряков, на защите Отечества. Разумеется, стараются помочь. Сегодня в законодательном собрании Иркутской области за столом собрались воины-афганцы со всего Приангария. Пенсионеров поздравил спикер областного парламента Сергей Сокол. Хорошо, что вы есть, были, есть и будете оставаться такой сплоченной группой людей, как связанных с боевым братством, которые когда-то выполняли свой воинский долг для страны. В Иркутской области сейчас проживают около полутора тысяч воинов-афганцев, треть в столице Приангария. Представители ветеранских организаций и активных членов сообщества наградили знаком отличия. Успели обсудить возможность создания специальной рабочей группы при правительстве, которая будет заниматься интересами воинов-афганцев. Алексей Килевра, Александр Барановский. Новости сейчас. И смотрите во второй части выпуска. У Соли и Химпром больная точка. Там вновь пожар. Уже пятый за две недели. А опасные вещества продолжают храниться на предприятии. Пиркутяне, спите спокойно. Паводки обойдут областной центр стороной. Снега мало, реки под контролем. Секреты старинных особняков. Петербургский художник запечатлел на своих холстах архитектурные шедевры. Память об известном иркутском хоккеисте. Кубок Евгения Гришина стартовал сегодня в Черемхово. Уже пятый пожар произошел на территории предприятия у Соли и Химпром. Основная причина применения открытого огня во время незаконной деятельности на промплощадке. Сейчас дополнительные группы спасателей патрулируют территорию, чтобы пресечь нарушения правил пожарной безопасности. Только за эти сутки установили три факта нарушения безопасности. Тем временем спасатели заявили, предприятие не функционирует, но на его территории остаются опасные вещества, которые при пожаре могут представлять реальную угрозу. Иркутск может не бояться весенних паводков. Стихия, которая в последние дни так беспокоит жителей нашего региона, обойдет столицу при Ангаре стороной. Об этом на совещании Комитета по чрезвычайным ситуациям мэру Дмитрию Бердникову отчитали соответственные лица. Количество выпавшего снега этой зимой значительно меньше прошлогодней отметки. Среднесуточная температура не выходит за тревожные рамки. Угроза подтопления отсутствует, но все равно следует быть на чеку. Мы в ежедневном режиме мониторим и ситуацию отслеживаем с точки зрения того, что если будет в районе бокового подтопления, то у нас еще есть резерв на 100 кубов уменьшить иркутские газ-расходы. Вся вот эта координация позволяет нам рассчитывать на то, что в случае, если возникнет нештатная ситуация, мы сумеем очень четко и внятно с ней справиться. Люди должны быть спокойны, наши жители должны понимать это. В Иркутске под пристальным вниманием сейчас находятся реки Ангара, Иркут, Селивань, Хакая и Куда. Сотрудники регионального МЧС проводят с горожанами профилактические беседы. На базе предприятий подготовлена специальная техника, топливо к ней и полипропиленовые мешки для оперативного сооружения дамб. Собери пластиковые крышки и спаси планету. Акция «Мусору крышка» стартовала сегодня в Иркутске. Сдать можно любые пластиковые крышки, исключение дозаторы. У них внутри металлическая пружина. Больше ограничений нет. Упаковки от бахил и киндер-сюрпризов тоже будут собирать. Специальный контейнер установили в супермаркетах микрорайона «Юбилейный». В их крышке отверстия, как в копилке. Чтобы каждый человек имел возможность сдать свою часть, какую-то маленькую-маленькую часть мусора в переработку. И это все пойдет во благо города, на озеленение города и участие в других экологических проектах в нашем регионе. Очень важно, чтобы каждый понимал, если ничего не делать, то чего не произойдет. Собранные крышки отправят в Ангарск на переработку. Из них сделают прочные и полезные вещи. Лопаты, горшки для рассады, ведра. А затем на вырученные деньги закупят саженцы деревьев для улиц и парков Иркутска. Как заявляют организаторы, акция «Мусорокрышка» будет бессрочной. История под обоями. Художник из Санкт-Петербурга создает уникальные картины, основанные не просто на реальных событиях, а на документальном подтверждении этих событий. Это газеты, которые он находит под обоями в старинных особняках северной столицы. Буквально кусочки петербургских стен. И сегодня их привезли в Иркутск. Слои истории России 20 века изучала Марина Беклемешева. Такого в галерее современного искусства еще не было. Картины спешно распаковывают сотрудники, директор и даже сам художник. Ведь приехали произведения на неделю позже, подвела транспортная компания. Открытие выставки пришлось перенести, а на монтаж экспозиции оставалось всего пара часов. Хотя такие перебои со временем символичны, если взглянуть на холсты. Уж слишком много эпох они вмещают. Десятилетия, которые легли друг на друга слой за слоем. Буквально кусочки стен старинных петербургских особняков. Тех, где в начале 20 века оклеили сначала газеты, а потом обои. Затем снова газеты и опять обои. И вот так на стенах оставались случайные послания в будущее, которые теперь читает архитектор Григорий Лысак. Он занимается реставрацией петербургских домов. За сто и более лет на самом деле сохранились, потому что люди просто подклеивали подручные газеты под эти обои. И дальше вот так вот через 10 лет еще раз, через 10 лет еще раз. И на одном пятачке, буквально на одном квадратном метре, можно было найти, начиная с начала 20 века, заканчивая уже современностью. Я находил вырезки биржевых газет, я находил рекламу. В принципе, люди жили, вот все то же самое, что сейчас в интернете, можно было найти тогда в газетах. То есть там и объявления о знакомствах, там и увеличение женской груди, там и операции, там все что угодно. А началось все, когда однажды при реставрации доходного дома Григорий обнаружил обрывок лондонской газеты The Daily News от 10 апреля 1912 года. А рядом номер, вышедший уже через 10 дней. А между строк – одна из крупнейших катастроф 20 века. То есть получается 10 число – это за 5 дней до крушения Титаника. Здесь вот датирован на 20 апреля. Это 5 дней после крушения. Здесь на самом деле вот маленький-маленький такой вот рывок. Здесь есть на самом деле слово «Титаник». И здесь описываются последние выжившие прибыли в Нью-Йорк. Теперь на его холстах все, что при реставрации обычно идет на демонтаж. Не только газеты, но и элементы лепного декора и фурнитура. Их художник покрывает штукатуркой, масляной краской, эмалью. Вот здесь вот какие-то элементы, вот судя по букве «Ять», я могу сказать с уверенностью, что это дореволюционный период, до 17-го года. Вот здесь вот элемент – это уже, скорее всего, советская эпоха. То есть вот каким образом вот это вот пятно до меня дошло, вот с надписью «Здесь Петербург» и так далее, и так далее, вот так я его у себя в картине использую. То есть я не начинаю это вырезать, делать какие-то коллажи. Это не коллажи, это стихийная история, это работа с архитектурой, с историей. А вот, например, картина, посвященная биржевым сводкам и черной пятнице на Уолл-стрит. Художник добавил лишь два метафорических цвета – золото и нефти. Подлинные кусочки Петербурга 20-го века, где один слой помнит еще Российскую империю, другой – революцию, третий стал свидетелем ужасов блокады и долгожданной выстраданной победы. Молчаливым и в то же время красноречивым свидетелем. Петербургские стены прогостят в Иркутске до 17 марта. Марина Беклемишева, Евгений Шарыпов. Новости СЕЙЧАС. Восходящие звезды Иркутска самым талантливым и способным школьникам сегодня вручили награды. 90 юных иркутян получили благодарность за успехи в трех номинациях – спорт, культура и образование. Дети, которые сегодня приглашены на прием, добились успехов на региональных, всероссийских и даже международных конкурсах, а также на олимпиадах или специальных турнирах. Прием мэра «Восходящая звезда» в Иркутске проходит уже более 20 лет. И после торжественной встречи детям обязательно организуют интересный досуг. Сегодня это коллективный выезд в парк деревянных скульптур «Лукоморье». Услышь симфонию Байкала. Впервые в поселке Листвянка музыканты сыграют на ледяных инструментах. Мелодии ветра, льда и воды в дополнение этнических мотивов погружают зрителей в небывалую атмосферу. Вместе с ними в нее погрузилась Екатерина Нерушкина. Именно так звучит ледяная симфония Великого озера. Все здесь и сделано из замерзшей байкальской воды. Все и даже инструменты. Здесь нет классических семи нот и длинных партитур. Здесь своя гармония и удивительное звукоизвлечение из любых предметов. Этот инструмент называется бянчжун, то есть водяные колокола. В Китае бянчжун – это просто набор колоколов. А здесь мы имитируем водяные колокола, которые в виде советского умывальника литого. И объема с водой, который мы опускаем под разными углами. Это металлический предмет, тем самым доставляя эстетическое наслаждение нашим слушателям. Кроме звучащего советского умывальника, здесь есть и настоящие ледяные шедевры. Эти инструменты скульпторы создавали изо льда около двух недель. Вместо ксилофона – айсофон, ледяные барабаны и настоящий горн байкальского дракона. Ну вот так звучит горн байкальского дракона. Мы это не придумали, мы это, так сказать, изобрели. Каждый лед, он звучит по-разному. Во всем мире лед – это определенный материал, очень хрупкий, очень тонкий. К нему нужно найти подход. И вот в данном случае наш горн звучит именно так. Услышать то, что музыканты уже сыграли, больше не получится. Каждый раз, как в первый раз, это чистая импровизация. В ледяном концертном зале, который построили в поселке Листвянка, стены изо льда, а крыша – снежный занавес. Именно здесь пройдет первый фестиваль ледяных музыкальных инструментов. Сейчас ледяной концертный зал, в котором звучит та самая живая музыка Байкала, скрыт от человеческих глаз. Ну вернее, не от глаз, а от солнца. Фестиваль откроется 6 марта, и организаторы боятся, как бы эта ледяная сказка не растаяла. Екатерина Нерушкина и Артур Ращупкин. Новости сейчас. Турнир по хоккею с мячом памяти Евгения Гришина открылся сегодня в Черемхово. В нем принимают участие 14 команд. Это самые юные хоккеисты, им 7-8 лет. Для них создали специальные условия. Какие именно, узнала наша съемочная группа. Сейчас Артем готовится к игре, а мама ему в этом помогает. Он пришел в спорт 2 года назад и уже точно знает, что это станет делом его жизни. Именитых спортсменов мальчик еще запомнил не всех. Но на вопрос, на кого из звезд хочешь быть похожим, отвечает на тех, кто больше забивает. В свободное время Артем меняет клюшку на книгу. Это еще одно хобби, с которым он вряд ли расстанется. Ну и как бы вот я оказался в хоккее. Мне игрокам скучно было, я решил взять вратаян. Но иногда я помогаю своим играть и играю в поле. Мне больше нравится читать, потому что как бы дома и у бабушки у меня получается нормально читать. Изначально в хоккей вообще мы об этом даже не думали, случайно совершенно попали в секцию. И так получилось, что хоккей всю жизнь нашу теперь занял. Игры, тренировки, 5 дней в неделю тренировки. Родители, как полагается, главные болельщики. На все игры ездим, поддерживаем, болеем. В турнире по хоккею с мячом памяти Евгения Гришина в Черемхово приняли участие 14 команд из разных городов Иркутской области. В их составе дети в возрасте от 7 до 8 лет. С учетом возраста, правила игры в матче меняются. Большое поле окружностью 400 метров решили разделить на три части. Встречи длятся по 30 минут. Кубок будет разыгрываться три дня. В воскресенье состоятся стыковочные матчи. Ряда начала, повторение пройденного. Вот здесь закатывается, подсказывай, лево держим, право держим, центр держим, ручки наготове. Вот здесь юные спортсмены готовятся к своему выходу. Сейчас последнее наставление от тренера и можно выходить на лед. Здесь все по-взрослому, даже несмотря на то, что дети играют. Только вот эмоции, пока еще чистые и искренние. Да и это пустяк, ведь рядом есть те, кто поддержит. Байкал! 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 В первый день соревнований на лед вышли семь команд. И кто станет фаворитом, пока неизвестно. Но важен не столько итог, сколько само событие. Дорогие друзья, вы знаете, сегодня большой праздник в Черемхово. У нас вообще никогда не было столько команд на соревнованиях в Иркутской области. Представляете, 14 команд, мальчишек, приехали для того, чтобы сегодня играть. Не только сегодня, а три дня играть. И этот турнир в памяти замечательного, легендарного нашего хоккеиста Жени Гришина. Этот турнир проходит в Черемхово во второй раз и не в последний. Уже в следующем году масштабы мероприятия планируют расширить, пригласить больше спортсменов и команд. Единственное, что решено сохранить, это атмосферу с горячим чаем и полевой кухней. Чтобы, несмотря на дух соперничества, каждый чувствовал себя в кругу не противников, а друзей. Николай Текалов, Артур Рощупкин. Новости сейчас. А вы готовы к лыжне России? Она стартует 17 февраля в поселке Молодежный. Всю территорию проверили. Спасатели замерили толщину льда на трассе в заливе Иркутского водохранилища. Она составляет 60 сантиметров. Трещин и промоин нет. Обеспечивать безопасность спортсменов во время лыжни будут более 250 человек. Это государственные инспекторы по маломерным судам, спасатели и пожарные, сотрудники полиции и медицинных катастроф. Для этого задействуют снегоходы «Буран», аэролодки «Пиранья» и судно на воздушной подушке «Хивус». В местах проведения гонки оборудуют пункты обогрева. И по традиции, каждую пятницу рубрика «Прудобзор». Сегодня мы изучили цены на овощи в крупных торговых сетях Иркутска. Где самое выгодное предложение, узнаете прямо сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Это все новости пятницы. Отличных выходных вам и оставайтесь на Айсте. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...